Мини-вэн Toyota Sienna пережил смену поколений. В плане техники большой семейный вэн остался ближайшим родственником Highlander, поэтому вслед за исходным кроссовером переехал на модульную платформу GAK. Об увеличении габаритов Toyota рассказывает намёками, пока пресс-служба японского бренда пообещала ещё более просторный салон, чем прежде. Кстати, главной приметой нового интерьера стал огромный центральный тоннель, в котором сделано несколько отсеков для хранения поклажи. И, конечно, Toyota не могла обойти стороной модную фишку – встраивать пылесос прямо в салон машины. В старших комплектациях помощник по уборке – часть базового оборудования. Единственной возможной модификацией заявлен гибрид. Он построен вокруг атмосферника объёмом 2,5 литра, которому помогает 120-сильный электромотор. Момент через электромеханический вариатор передаётся на передние колёса, но за доплату можно заказать отдельный моторчик для задней оси. До американских дилеров четвёртое поколение Сиены доберётся только под занавес года. Тогда же будут составлены прайс-листы. Уже анонсированы 5 версий разной степени наполненности. У базовых салон будет 8-местным, а у более дорогих – на 7 мест, с двумя раздельными креслами второго ряда вместо общего дивана. В европейской гамме пикапов Ford Ranger появилась новая топ-версия. И имя ей – Thunder, то есть гром. У такого Ranger двухрядная кабина, самый мощный битурбодизель, 10-ступенчатый автомат и полный привод. Цвет кузова исключительно тёмно-серый, но разбавленный красными нюансами. Из других особенностей отметим новые 18-дюймовые колёса и особенную решётку радиатора. В базовом оснащении грома также числится затемнённая светодиодная оптика. Усилить внешний эффект поможет заказной пакет опций, куда входят решётка радиатора и защитные дуги чёрного цвета. В салоне торжество серого и чёрного, также приправленное красным декором. На порогах красуется подсвеченное название модификации. Тираж таких пикапов будет ограниченным. Для Европы выпустят 4,5 тысячи экземпляров, из которых около трети – праворульные автомобили для Великобритании. Кстати, цены первым делом презентованы именно для британского рынка. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова